Здравствуйте! Сезонным обострением подвержены не только люди, но и животные. В приемных покоях и травмпунктах растут очереди пострадавших от собачьих зубов и кошачьих когтей. Это еще в лучшем случае. Можно сказать, повезло. Не то, что семилетней девочке из деревни Пальмино. Это на Урале. Ее загрызли собаки. Случилось это потому, что крупные хозяйские псы бегали без поводков и намордников, как в принципе большинство сельских барбосов. Хозяев собак нашли, животных, людоедов тоже. Это было нетрудно. Они сидели у растерзанного тела ребенка. Однако за смерть девочки до сих пор так никто и не ответил. Та же ситуация и с двухлетним ребенком в Екатеринбурге. Там Ротвеллер напал на малышку и повредил ей лицо. Осталось безнаказанной и владельца двух догов, что накинулись в парке на женщину с маленьким ребенком. В городах-миллионниках проблема уже вышла из-под контроля. Местные власти вводят режим чрезвычайной ситуации. А как обстоят дела в Югре? Можно ли гулять по улицам спокойно, не переживая за себя и своих детей? Нужно ли усилить меры безопасности? И как сделать так, чтобы хозяева собак в случае трагедии несли наказание за тех, кого приручили? Об этом, по сути, сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тревожная статистика. Каждую весну собаки и кошки кусают и калечат порядка тысяч человек по всей стране. Подобные истории, увы, есть и в Югре. Самые страшные у всех на слуху, но есть и те, о которых умалчивают. Так, полтора года назад в Октябрьском районе в селе Карымкары собака буквально разорвала на куски 4-летнего мальчика. Официальной окружной статистики жертв нападения собак и кошек нет. Никто не сводит воедино разные данные из муниципальных больниц округа. Между тем, в одном только Ханты-Мансийске, в травмпункт, за год обращаются почти 500 человек. А за последние 4 месяца на укусы пожаловалось уже сотня горожан. Но ведь есть и те, кто не пошел за медпомощью. И зря. Бешенство – это заболевание, которое относится к особо опасным. И лечения как такового против бешенства людей нет. То есть, если человек кусила собака, и она была бешеной, то человек, естественно, погибнет. Помощь только прививка. А ведь истина проста. Собака бывает кусачей не только от жизни собачьей. В Югре, как и по всей стране, помимо бездомных, на людей бросаются и хозяйские псы. Владельцы гуляют с питомцами без намордника. Часто тузики и жучки бегают вообще сами по себе на так называемом самовыгуле. А сколько бездомных животных вообще неизвестно. Статистику никто не ведет. Впрочем, и домашние не все пересчитаны. Владельцы не только не торопятся заводить им ветеринарные паспорта, но и обязательные прививки игнорируют. Хотя, согласно окружным правилам содержания питомцев, хозяева должны регистрировать или чипировать их в ветслужбе. Тех, кто соблюдает закон, немного, но они есть. Благодаря им известно, что сегодня в Югре на учете стоят 11,5 тысяч собак и почти 8 тысяч кошек. Хорошо, допустим, некоторые хозяйские собаки на счету и под контролем. Но если на нас, не дай бог, когда-нибудь накинется собака, неважно, есть у нее владелец или нет, за это пока никто не ответит. Долго эта история будет. Сначала поход в полицию. Там, конечно, заявление примут, но отправят нас в следственный комитет. Где следователи докажут, что укусы и раны получены именно от того животного, на которое вы указали. То заведут дело по статье 118 Уголовного кодекса «Причинение вреда по неосторожности». Но, к сожалению, в большинстве случаев крайнего все-таки не найти. Хотя всем понятно, в любом случае виновен человек. И тот, что не досмотрел за своей псиной, и тот, что просто выкинул ее на улицу. Безнаказанность порождает халатность во всем. Выбросили щенка, он вырос в дикой природе, он дал потомство и так далее. Виноват человек. То, что животное ведет себя агрессивно по отношению к незнакомым людям, виноват человек. О том, что люди начинают поднимать вот эти докхантеровские лозунги, травить, уничтожать, убивать, в этом тоже виноват человек. Несмотря на то, что в регионе уже 17 лет есть закон, он регулирует обращение с домашними животными, на деле работает пока не на 100%. Возьмем пункт «Выгул собак». Там черным по белому указано, выгуливать собак нельзя ни на детских, ни на спортивных площадках. Однако деваться владельцам хвостатых по сути некуда. Специально отведенных мест нет, даже в планах большинства муниципалитетов. И это понятно, денег и земли всегда не хватает. Вот и отдают городские гектары под застройку жилых кварталов. А собаки? Собаки дело десятое. Если что, их проще отстрелить. Большинство данных собак потом придет усыпление, потому что нет хозяев, соответственно, отпускать мы на свободу их не можем, потому что потом также будет угроза и не достигнутой цели, для которой, в принципе, это осуществляем. Ну а деньги-то небольшие. У нас где-то, по-моему, субсидия в год порядка 12 миллионов рублей на данные виды работы. Суммы этой хватает для того, чтобы отловить, продержать в муниципальном вольере с кормежкой 10 дней. Столько может жить собака на государевых харчах. И если в течение этого времени хозяин не найдется, то животное усыпят. По сути, деньги на ветер. Кормят, чтобы потом убить. Для того, чтобы хоть как-то изменить эти звериные реалии, депутаты Госдумы вот уже 6 лет ломают голову над федеральным законом об ответственном обращении с животными. В Югре за судьбой этого законопроекта следят особенно тщательно. После первого чтения в этот закон народные избранники внесли 300 поправок. Сейчас документ готов к очередному рассмотрению. Его презентуют в мае этого года. Правда, на официальном сайте Госдумы закона еще нет. Но отдельные выдержки из него уже вовсю гуляют по интернету. К примеру, стало известно, что там появятся штрафы за выгул в неположенном месте и наказание за жестокое обращение с животными. О цифрах пока говорить не будем. Дождемся выхода закона. В любом случае, лед тронулся, господа. То, как будет реализован механизм контроля и действительно каких-то реальных наказаний и штрафов, сейчас пока для меня, например, загадка. То, что из текста закона несколько абзацев огласили, это тоже как элемент просветительской деятельности. Закон масштабный. То, что механизм его реализации сложен, это нужно понимать уже сейчас. Не стали ждать у моря погоды зоозащитники и запустили в начале года ГОСТ. Первый в своем роде документ. Он регулирует отношения мурзиков и тузиков с хозяевами. Правила носят рекомендательный характер. Но это пока. Возможно, этот стандарт будет закреплен и в новом федеральном законе. Так, один из разделов ГОСТа полностью посвящен досугу четверолапых. Авторы советуют выделять места для отдыха и активных игр. Хомячкам беговое колесо, крупным животным персональные игрушки. Воду менять два раза в день. Собак моложе двух лет и старше восьми выводить на улицу три раза в сутки на 20 минут. А жить по этим правилам в будке на улице может лишь большой пес, да с густой шерстью. Причем дом собачий в обязательном порядке должен стоять так, чтобы хозяева из окна его видели. Согласитесь, такую подробную регламентацию жизни наших подопечных и их хозяев можно только поприветствовать. Но опережая эти федеральные рекомендации, еще в конце прошлого года в своем ежегодном обращении губернатор Югры Наталья Комарова обратила внимание на тему гуманного обращения с бездомными животными. И тогда же дала поручения муниципальным властям, чтобы в связке с общественниками и активистами проработали этот вопрос с учетом современных реалий. Тургутскому общественному движению «Дай лапу» уже пять лет. За это время волонтеры не только нашли дом двухтысячам животным, но и четко поняли, в каком направлении нужно двигаться. Если ежегодно сумма, которая выделяется, примерно одинаковая, количество животных, которые отдаются, примерно одинаковое, то есть сокращения никакого нет. Вопрос, насколько все-таки эта политика эффективна. Эффективна, когда ведутся параллельно программы стерилизации животных. Но здесь вопрос, скажем так, финансирования. Мигрирует, двигается, то есть стая собак от 25 до 30 голов. Они уже являются, по сути-то, и дикими. Зоология – это тоже наука, на самом деле. И у собак со временем выстраивается инстинкт. Они уже знают по запаху тех людей, ветеринаров, которые приезжают. Вот такая сейчас парадоксальная проблема в Хантамантийске. И врачи есть, и служба по отлову. Но четвероногие оказались расторопнее. Хитрые собаки – умные существа. Убегают сразу в леса, чувствуют приближение человека. Чиновники хоть и подготовили свои предложения, но вся надежда у них, по сути, на общественников. У них знаний и возможностей больше, признаются в многочисленных ведомствах. Органы местного соправления, уполномоченные органы, они уже на самом деле работают с фактом. С фактом, когда собака уже брошена, она находится на улице, и от нее идет угроза жизни и здоровью любых прохожих, людей, в том числе детей. Так вот, общественники, наверное, совместно с нами должны принять некоторые мероприятия, и мы уже готовы с ними на диалог, и несколько раз мы выходили с ними на контакт. Все-таки заниматься до момента, когда собака становится брошенной. Мария Пшеничная – журналист телеканала «Югра». Известна всему округу своими репортажами о бездомных животных. Что не история, то вина человека. Безозрение совести выкидывают как вещь – существо, что когда-то любили. Так что обращаются не с нами, усатые, полосатые, жестоко, а все наоборот. Это было вообще ужасно разодрано, отсутствовал полностью, почти что хвост, была лапа почти что полностью оторвана. И эта кровь, кровь, кровь. Ветеринар мне говорит, что ее нужно усыплять, у нее просто нет шансов, потому что она, во-первых, потеряла очень много крови. Кошка без хвоста и с протезом вместо лапы живет и здравствует. И эта хрупкая, но настойчивая девушка продолжает бороться за право на существование четвероногих, хотя бы на уровне своей семьи, дома и двора. Ни кто не хочет, грубо говоря, заморачиваться, то есть куда проще выбросить, вывезти, отстрелить, избавиться, чем просто встать с дивана и сделать хоть что-либо. Я думаю, что это менталитет нашего народа. И что, к сожалению, чтобы такие законы вступали у нас здесь в силу, и чтобы мы пришли к тому уровню, что у нас не будет жестокости, не будет бездомных, не будет этих грязных сугробов и грязных подъездов, нужно просто перевоспитывать полностью новое уже поконение. И пока муниципальные власти не могут определиться, как им быть, что делать с гуляющими по городу хвостатыми, пока правоохранительные органы не уполномочены штрафовать и контролировать ситуацию, а мы с вами не перестанем выкидывать животных и относиться к ним безответственно, мы так и будем каждую весну говорить о собачьем решении. Надеюсь, логика вам ясна. Банально, не банально, но это и есть тот случай, когда все зависит от каждого из нас. А на вопрос, с чего начинается родина, знакомой всем песни, можно ответить и так, с кота на подоконнике и пса шарика, которого любят и за которым присматривают все соседи твоего двора. В очередной раз, по сути, поговорим в следующую среду. Если у вас есть проблемы, которыми вы бы хотели поделиться с нами, пишите и звоните нам. Номер телефона и электронный адрес вы видите сейчас на экране. До встречи!